Максута Ибрагимбеков, повесть «Пусть он останется с нами», часть 4. Так мы шли пешком и беседовали. И вдруг Ленка спросила у меня, вспоминаю ли я свою маму? По-моему, она задала этот вопрос неожиданно для себя. По её лицу это было видно. А у меня до сих пор ещё никто не спрашивал, вспоминаю ли я маму? И поэтому это был до того неожиданный вопрос, что я даже остановился. Но потом подумал, что ничего в этом вопросе странного нет. Я сказал Ленке всё как есть, что маму я вспоминаю не очень часто, потому что я её почти не помню. Когда она умерла, мне было всего 4 года. Я помню только, что она была очень красивая и добрая. Ещё сказал, что я вижу её иногда во сне, но наутро никак не могу вспомнить её лицо. Раньше помнил, а потом постепенно забыл. Помню только, что она очень красивая. И всё. Ещё я помню запах её духов. От неё и во сне пахнет этими духами. Жалко, что я их названий не знаю. А когда где-нибудь на улице почувствую запах этих духов, мне сразу становится грустно. Но не просто грустно, а как-то по-особому. Ведь ещё в это время мне бывает немножко приятно. Всего на минуту становится грустно и приятно, и сразу всё проходит. И ещё я хотел рассказать Ленке, что я помню, как мама меня купала. Я почему-то это очень хорошо запомнил. Как она меня купала в ванне с розовой водой. Я даже помню, от чего она была розовая. От Калипермангали. Я это слово с тех пор на всю жизнь запомнил. И потом, завернув в полотенце, отнесла прямо в кровать. Я не успела это Ленке рассказать, потому что она вдруг взяла меня под руку и дальше пошла со мной рядом молча и под руку. Меня ещё ни одна девочка не брала под руку. Я даже не могу представить, что у нас в школе найдётся ещё одна девочка, которая может взять днём, в воскресенье, на улице человека под руку и так с ним идти. А Ленка в тот день взяла меня под руку, и мы так шли до самого нашего дома. Вечером я очень долго ждал прихода папы. И уроки всё сделал. И даже те, которые не надо было готовить на понедельник. И специально ел за ужином очень медленно. Но ничего не помогло. Бабушка посмотрела на часы, а время уже было, начало двенадцатого. И сказала, чтобы я шёл немедленно спать. Я как лёг, так сразу и заснул. Даже подумать ни о чём не успел толком. И сразу я увидел сон. Кажется, это был не один сон, а сразу несколько. Сперва всё было как наяву. Я увидел цирк и львов, эту ложу, в которой мы сидели с Ленкой. Да и саму Ленку увидел. Только говорили мы с ней не о цирке, а о чём-то другом. А потом я вдруг увидел, вернее, не увидел, а почувствовал, что лежу я в кровати, в своей комнате. А на душе у меня очень радостно и приятно. Я только стал думать, а чего это мне так радостно, как увидел маму. Она склонилась надо мной и долго-долго смотрела на меня. Я удивился, что, несмотря на темноту в комнате, я очень хорошо вижу её лицо. Это я во сне удивился. Я даже маму хотела спросить об этом, но не успела. Она наклонилась совсем низко, так что я почувствовала запах духов и несколько раз поцеловала меня тёплыми губами. — Мальчик мой, — сказала мама. — Спокойной ночи. Сегодня ты стал у меня на год старше. Она поправила на мне одеяло и снова отошла. И тут я всё вспомнил, ведь сегодня день моего рождения. Мне исполнилось четыре года. Столько гостей пришло к нам, еле-еле все за столом поместились, а потом все танцевали, и мама с папой танцевали. А я, честно говоря, на танцующих смотрел не очень внимательно, потому что разворачивал подарки, которые мне в тот вечер подарили. Особенно мне танк понравился. Я его завёл и пустил по полу. Очень это был хороший танк. Он и стрелял на ходу, и поворачивал башню с дулом в разные стороны. А потом я услышал голос мамы. — Да он же совсем уже спит! И её смех. А потом ни с того ни с сего я увидел, что мама меня завернула в полотенце и несёт из ванной вверх по лестнице, в спальню. А я смеюсь от того, что мне щекотно. И опять я увидел её лицо над собой, и она спросила у меня. — Ты меня часто вспоминаешь? Но на этот раз мне показалось, что она очень похожа на Ленку. И тут я увидел, что это не мама, а Ленка. Потом я вдруг увидел папу. У него было очень худое. Никогда я его раньше таким не видел. Озабоченное лицо. Мне сперва показалось, что он смотрит на меня. А потом я увидел, что хоть он и смотрит в мою сторону, но меня не видит. И лицо у него очень сердитое. Он всё продолжал смотреть, и я чувствовал, что он теперь уже смотрит на меня. Но лицо... У него не просто сердитое, а злое и страшное. Мне показалось, что он меня сейчас ударит. Я вскрикнул и побежал. И сразу же проснулся. Что самое удивительное, кровать подо мной качалась, как будто я вправду хотела убежать. Было уже утро. Я полежал некоторое время. Я очень люблю полежать утром в кровати. В это время очень хорошо думается о всяких приятных вещах. Но сегодня мне совсем не хотелось оставаться в постели. Я вспомнил свой сон, весь, целиком, и подумал, что это чем-то необычный сон. Такие я раньше не видел. Много в нём было удивительного. И то, что у мамы вдруг оказалось лицо Ленки, и то, что папа хотел меня ударить. А ведь он меня ни разу ещё не то что не ударил, а даже не кричал на меня никогда. Я всё лежал и вспоминал этот сон, хоть мне было почему-то очень неприятно его вспоминать. И совсем уже собрался было встать, и в этот момент я вдруг понял одну вещь. Эта мысль пришла мне в голову сразу. Не понимаю, как, я до сих пор об этом не догадался. Я вдруг всё понял. Это же любому дураку ясно. Я встал, быстро оделся и спустился вниз. Бабушка удивилась, что я встал сам, без напоминаний, и обрадовалась. Она всегда радуется, когда видит меня по утрам. Она сказала мне, после того, как мы поздоровались, и я умылся, что папа приехал поздно, почти под утро, очень уставший, и поэтому лучше его не будить. Я сел завтракать и в то же время стал думать, с чего мне начать разговор с бабушкой. Оказывается, иногда очень трудно начать разговор. На что бабушка мне близкий человек. Но и то, в тот день я не знал, с чего же его начать. Долго я над этим думал, почти всё время, пока завтракал, а потом решил, что его надо начать прямо. Я прямо так и спросил. Бабушка, у меня родной отец или приёмный? Я сразу понял, что неправильно спросил, потому что приёмными бывают дети. Так что это я, наверное, приёмный. Отец же не бывает приёмным. Отец бывает или родным, или неродным, и больше никаким другим. Бабушка, когда со мной разговаривает, никогда не прекращает заниматься своими делами. Она во время разговора со мной и обед готовит, и штопает, и даже рыбу чистит, или курицу, ничто ей не мешает разговаривать. Но на этот раз бабушка чуть из рук чайник не выронила. Она несла его к столу мне чай налить. До того её мой вопрос удивил. Она даже ахнула очень тихо. Но я всё равно услышала. Она сразу поставила чайник на стол, сама села и говорит мне. «Ты что, милый мой, не с той ноги проснулся? Ты почему с утра такие глупые вопросы задаёшь?» «Бабушка», — сказал я, «я же не маленький, ты мне скажи прямо, это родной мой папа или нет?» Бабушка посмотрела на меня и вдруг заплакала. «Вот только этого не хватало, чтобы из-за моих дел бабушка так расстраивалась. Она, наверное, подумала, что я очень переживаю из-за того, что у меня неродной отец. А я, после того, как догадался об этом, даже не думал переживать. В конце концов, ничего в этом страшного нет, если у человека неродной отец. Самое ведь главное, чтобы только не обманывали. И потом, он же меня совершенно не обижает. Хорошо относится. Почти как родной. Даже многие родные хуже бывают. Я бабушке так прямо всё и сказал. Сказал, что и переживать нечего, пусть она мне только скажет, жив ли мой настоящий отец. И где он находится. Я про себя точно знала, что мой настоящий отец гораздо хуже, чем этот. Потому что лучше моего, этого неродного отца. Человека быть не может. Но всё-таки глупо жить с чужим человеком. Даже с самым хорошим. Если есть на свете свой родной отец. Пусть самый плохой. Лишь бы он был жив, а не умер, как мама. Я всё это говорила, а бабушка смотрела на меня с удивлением. И постепенно перестала плакать. Она вытерла слёзы и даже попыталась улыбнуться. Глупости говоришь, сказала бабушка. Из чего это тебе в голову сбрело? Вот сбрело, сказал я. А почему ты не говоришь, так это или нет? Бабушка вздохнула, встала и налила мне чай. Потом отнесла чайник на кухню, поставила его на плиту, села со мной рядом и сказала. И он тебе родной, и ты ему, и ближе вас двоих нет на свете людей. Всё-таки я ужасно обрадовался, когда она так сказала. Я не совсем поверил ей, но обрадовался очень. Даже внутри что-то у меня от радости дрогнуло. А ты разве мне не самый родной человек? Конечно, родной, сказала бабушка и задумалась долго, о чём-то думала. А потом и говорит, ты больше никогда так не думай. А потом сказала такое, что я просто никак не мог понять, что мне и думать. Так я и знала, что так будет когда-нибудь. И снова вздохнула. Знаешь, сказала она, я тебе, пожалуй, кое-что расскажу сейчас. Хоть и рано тебе всё это знать. А рассказать надо, если что случится, и узнать тебе всё не от кого будет. Бабушка как будто про себя эти слова сказала. Так у неё получилось. Мне очень хотелось спросить у бабушки, что это может случиться, из-за чего она не сумеет мне рассказать такие, кажется, очень интересные вещи. Но потом решил её не перебивать. А спросить позже, когда она кончит. Ты дедушку хорошо помнишь? Так я и знал. О чём бы наша бабушка ни заговорила, дедушку она должна вспомнить обязательно. В любом разговоре о нём должна упомянуть хотя бы двумя-тремя словами. И всегда получается, что если бы дедушка был жив, то сейчас всё было бы по-другому. Гораздо лучше, разумеется. Иногда это надоедает. «Как же я его могу хорошо помнить?» Сказал я. «Ведь я тогда совсем маленький был». «Ты сейчас маленький», сказала бабушка и опять заплакала. Честно говоря, очень я пожалел, что затеял этот разговор. «Ты не плачь», сказал я. «Я тебя прошу, ты не плачь, а я пойду в школу, уже пора». Бабушка вытерла слёзы и вдруг такое сказала, что я удивился. Просто неслыханно никогда в жизни я от бабушки ничего подобного не слышал. Я даже не думал, что бабушка может такое сказать. Я бы, конечно, не удивился, если бы это сказала Ленка или Евтух. «Не убежит твоя школа», сказала бабушка. «И ты в этом никогда не сомневайся». «Это у него характер такой тяжёлый. Я ведь его всю жизнь видеть не могла. Но это дело прошлое и к тебе никакого отношения не имеет». «А за что же ты его не любила?» «Вот никогда не думал, что бабушка моего папу не любит. У них всегда были хорошие отношения. Правда, она никогда и не говорила, что любит его». «Да, в ней это история», сказала бабушка и задумалась. «Хотя, если подумаешь, то как будто и прошло-то совсем немного, а всей жизни как не бывало. Счастливее меня тогда и человека не было. Жив был твой дедушка, жили мы с ним душа в душу. Сейчас вспоминаю всё это. Думаю, Господи, а было ли это всё в самом деле или приснилось мне? Дедушка твой был на весь город известный человек. Лучше его и врача не было. Все его знали и уважали. И дочки, обе у меня были красавицы. Весь город мне завидовал. Добрые, скромные, так и жили мы. А потом твой отец появился. Я его как увидела, так он мне сразу не понравился. Собою вроде и хорош, пока к нему не присмотришься. Да, взгляд у него тяжёлый. Волк и только. И деду твоему он не понравился. Честно говоря, дед твой хотел, чтобы дочь его за врача вышла, чтобы зять у него был человек его круга, его профессии. А мать твоя ни о ком другом и слышать не хотела. Мы пробовали её отговорить, но видим, бесполезное дело. Отступились. Дедушка меня успокаивал всё. Говорил, что характер у твоего отца понятно, отчего тяжёлый. Жизнь у него сложилась с самого начала плохо. Я умом понимала это, но всё равно душа к нему не лежала. А отцу твоему в жизни действительно не повезло. Он ведь сирота круглый, в детдоме вырос. А отчего его родители умерли? Спросил я, а самому стало жалко папу. Оказывается, он совсем без родителей вырос. Наверное, ему тогда не сладко пришлось. Очень давно это случилось, сказала бабушка. Город наш тогда был раз в пять меньше, чем сейчас. И всё тогда сразу становилось известным. Об этой истории очень много тогда говорили. Поговорили, а потом и забыли. Так ведь всегда бывает. Я, когда эту историю слушала, разве могла предположить, что потом, спустя 25 лет, о ней вспомню. И ещё как вспомню. Родители твоего отца, да, как гесоманские, твои покойные дед и бабушка, тоже известными людьми у нас в городе тогда были. Хорошие были люди и уважением всеобщим пользовались. В тот день воскресенье, когда случилось это несчастье с ними, они вдвоём, муж и жена, собрались за город поехать к приятелям каким-то и ребёнка с собой взяли. У них один был сын. Ему тогда ещё и года не было. На машине поехали, а за рулём был твой дед, Дагги Саманский. Красивый человек, был очень высокий, стройный, и жена ему подстать. Выехали за город, а тут железная дорога. В те ведь времена машин было мало, это потом светофоры появились, всякие знаки, а тогда во всём городе ни одного светофора не сыскать. И через железную дорогу шлагбаумы только в двух-трёх местах были, и бог с ними со шлагбаумами и светофорами, а машина возьми и застрянь. Говорили потом, что мотор у неё заглух. А из-за поворота поезд вырвался, это в метрах двадцати от того места, где они застряли. Они пытались выскочить, но не успели, видно, растерялись. А я так думаю, из-за ребёнка они замешкались. Говорили потом, что поезд их вместе с машиной в кровавое тесто растёр. Страшное это было дело. Только и успела мать последнюю секунду ребёнка в сторону от полотна отбросить. Люди с поезда прибежали на место катастрофы, смотрят, на земле лежит ребёнок в пелёнках и плачем захлёбывается, хоть и не знает ещё, какая с ним беда приключилась. Люди поговорили об этом деле, долго говорили, а потом забыли. А мальчика отдали в детский дом, потому что из родственников у Дакки Саманских никого не оказалось, а чужой ребёнок никому не нужен. Об этом мальчике никто и не вспоминал, пока он в детдоме жил. Он там и школу окончил, а потом и военное училище. Когда я его в первый раз увидела, он был старшим лейтенантом. У нас дома он бывал очень редко, чувствовал, что мы ему не очень рады. Таким он и остался нам, мне с мужем, чужим, даже после того, как женился на нашей дочери. Он вообще людей сторонился, и, насколько я знаю, друзей близких у него никогда не было. Тяжёлый характер у твоего отца был. По-моему, он, кроме твоей матери, никого и не любил в жизни. Менялся весь, когда её видел, на глазах оттаивал, другим человеком становился. И она, покойница, его очень любила. Даже к нам, после того, как замуж вышла, заходить стало очень редко. Обидно это было, но мы молчали, не хотели счастью дочери мешать. И потом мы видели, что им никто и не нужен, кроме их двоих. Он, благодаря ей, вроде характером изменился. Гости у них часто бывали, с удовольствием люди к ним в дом ходили. Хоть и не любила я его, но по справедливости должна сказать, что дай Бог любой женщине, чтобы к ней так любимый человек относился. Глаз с нее не сводил, только на руках и не носил на людях. А потом ты родился, после этого я стала к ним чаще приходить. Не шутка ведь, первый внук у меня родился, но потом перестала. Встречали меня хорошо, ничего не скажешь, но все равно чувствовал я в его доме себя лишней. Даже сказать тебе не могу, отчего это происходило. И дед почти не бывал в этом доме, так и жили на расстоянии. Хоть и отношения у нас были тогда хорошие. А потом в моей жизни начался самый тяжелый период. И после смерти деда ничего не изменилось. Через год после смерти дедушки твоя тетя сестра мамы замуж вышла и переехала в Москву. Все звала меня к себе и я уже совсем было собралась уехать. Хоть и жалко было с родным городом расставаться, но заболел ты. я решила отложить свой отъезд на недельку на две, пока ты не выздоровеешь. Все по-другому получилось. У тебя дифтерит оказался в очень тяжелой форме. Поздно мы спохватились. Сперва думали, что у тебя ангина. Врач из поликлиники так определил. Был бы дедушка, никогда бы этого не случилось. А болезнь ты переносил очень плохо. Был такой день, когда и надежду всякую мы потеряли. Ты уже задыхаться начал, но потом все обошлось. Твои мать и отец день и ночь от твоей постели не отходили. Выходили тебя. Бабушка замолчала. Я по ее лицу догадался, что она не хочет рассказывать, что было дальше. Или, может быть, она просто задумалась, чтобы получше вспомнить то, что произошло столько лет тому назад. Ведь хорошо еще, что у бабушки такая хорошая память. Да того хорошая, что она почти все подробности помнит, особенно если что-то связано с дедушкой. А что же было дальше? Я спросил очень осторожно, так, чтобы она не раздумала рассказывать. Дальше, сказала бабушка таким голосом, как будто только что ее разбудили. Дальше ничего хорошего уже не было. Мама твоя заболела тогда. Сперва дифтеритом. В первый раз слышу, что мама болела дифтеритом. Она от меня заразилась? Может быть, от тебя. Вряд ли. Скорее всего, вы заболели вместе, просто в ней болезнь проявилась позже. Дифтеритом она всего несколько дней проболела. Можно сказать, она его на ногах перенесла. Была очень легкая форма. А потом вдруг сразу почувствовала себя очень плохо. Воспаление мозга. Менингитом называется эта проклятая болезнь. Только первые дни и была в сознании. А что потом? Ничего, ничего не было, сказала бабушка. Дальше я собралась переезжать. А я ничего и не помню из всего этого. То, что я болел, я вспоминаю очень смутно. Иногда мне кажется, что я во сне все это видел, но все-таки вспоминаю. А вот как болела мама, никак не могу вспомнить. Изо всех сил напрягаю память, но ничего не получается. Наверное, никогда вспомнить не удастся. А я плакал, когда мама умерла? Нет, сказала бабушка. Ты не плакал, ты тогда уже совсем пошел на поправку, тебе еще долго не разрешали ходить. Боялись, что осложнение останется какое-нибудь на сердце или на почках после дифтерита. Часто бывает такое. Обошлось, слава Богу. Я слушал бабушку и старался представить себе, как все это было, но ничего у меня не получалось. Даже маму я никак не мог вспомнить, как будто ее никогда на свете и не было. А вот папу я представил себе очень хорошо в одном месте, только пришлось постараться, когда бабушка рассказывала о том, что в то время к нам часто приходили люди в дом, и папа с мамой часто ходили в гости. он даже не подошел ко мне, сказала бабушка, ни на кладбище, ни дома. Все стоял один и смотрел в одну точку, как будто ничего не видит и не слышит. Люди к нему с соболезнованием подходят, а он смотрит на них, как будто они и не с ним разговаривают, а с кем-то другим, кто с ним рядом стоит, и может быть даже и не заплакал ни разу. Грех мне тебе говорить об этом, но характер у твоего отца тяжелый, очень трудный у него характер, ведь я же все-таки ему не посторонний человек, мать его жены, а он после ее смерти ни разу в дом ко мне не пришел, не позвонил ни разу. Правда, он долго еще после ее смерти вообще никуда не ходил, только и знал, что работаю в свой дом, а я уже совсем собралась уезжать, и вещи все свои собрала, и билет купила на поезд, через два дня должна была уехать. В этот вечер я одна была дома, слышу звонок, я даже не подумала, кто это может быть, в то тяжелое время к нам многие ходили люди, с которыми я годами не виделась, приходили ко мне прощаться, не шутка, я ведь в этом городе всю свою жизнь прожила. Открываю дверь, а это оказывается твой отец пришел. Удивилась я очень, то ни разу не заходил, когда это нужно было, даже не то, что нужно, а необходимо было. Любой нормальный человек должен был тогда приходить, если не каждый вечер, то хоть через день, а он ни одного раза не соизволил зайти, а тот пришел и даже не позвонил, не предупредил, что придет, как будто был уверен, что я дома. Он зашел в дом, на чемоданы в гостиной покосился, ничего не спросил, как будто так всегда было, что у меня посреди комнаты чемоданы бывают в ряд выстроены. Сел за стол и молчит, слава богу, хоть поздоровался, входя. Потом говорит мне, что он решил, что я должна жить вместе с вами, тобой и отцом. Он решил, видите ли. Я ему объяснила, что я уже билет купила, переезжаю к дочери послезавтра. Он послушал, ты же знаешь его манеру слушать, как будто перед ним не человек, а пустое место и говорит, что завтра с утра пришлет грузовик и грузчиков, чтобы мои вещи перевезли в его дом. Я ему сказала, чтобы он зря никаких грузчиков не посылал, потому что я и не подумаю переезжать в его дом и вообще мне непонятно, для чего это нужно. Это нужно для ребенка, сказал он. Он нуждается в присмотре. Я ему предложила, чтобы он отдал тебя мне, сказала, что возьму тебя с собой в Москву. Так всем будет лучше и ему будет лучше. Сын его будет в надежных руках и он сумеет свою жизнь наладить. Человек он молодой, погорюет немного, а потом и жениться надумает. Жизнь-то свое берет рано или поздно. Наверное, о женихе тогда ему зря сказала. Я даже подумала сперва, что он может обидеться на меня, а потом решила пусть обижается. Очень он мне был тогда неприятный человек, и сказала.